Добрый день, Олег Леонид! Здравствуйте, ребята! Я вас очень рада видеть! И вот вы знаете, мы провели исследование, и оказалось, что всего 12% детей следуют правилам здорового питания. И это печально, это неправильно. И мы провели исследование, раз дети неправильно кушают, значит, скорее всего, у них есть дефицит витаминов. И выяснилось, что по всей России, в зависимости от региона, дети испытывают 70-100% дефицита витамина С, у 40-60% детей дефицит витамина А, у 40-80% детей дефицит витамина В, 10-30% недостаток железа, повсеместный недостаток йода и 40-80% недостаток омега-3 жирных кислот. А витамины – это те вещества, которые не синтезируются в нашем организме, и они должны поступать ежедневно с пищей в достаточном количестве. И нет в организме функции, которые бы не контролировали витамины. Это и иммунный ответ, и функционирование сердечно-сосудистой системы, и обновление клеток, и функционирование нервной системы, органов кроветворения, рост развития ребенка. Все это контролирует витамины. А омега-3 жирные кислоты очень мощно влияют на три основных параметра. Это развитие нервной системы, головного мозга, нервных волокон. Это развитие сетчатки глаза и развитие иммунной системы. Когда ребенок находится у мамы внутриутробно, он получает достаточное количество омега-3 жирных кислот. Когда он рождается, мама кормит его грудью. И он получает то необходимое количество омега-3 жирных кислот с грудным молоком. Если у мамы нет возможности кормить ребенка грудью, на сегодняшний день производители детских смесей уделяют очень большое внимание содержанию полиненасыщенных жирных кислот в смесях. Но заканчивается период грудного вскармливания, заканчивается период смеси. А в чем дальше остаются омега-3 жирные кислоты? Рыба. Рыба не часто бывает в рационе у ребенка. Растительное масло. Достаточное количество омега-3 жирных кислот в льняном масле. Я думаю, что оно не на каждом столе присутствует. В тыквенных семечках. Но это тоже не тот продукт, который обычно присутствует в рационе у ребенка. И поэтому дети начинают испытывать дефицит омега-3 жирных кислот. Святое место пусто не бывает. В организме начинают свои жирные кислоты синтезироваться, свои кирпичики. Но это влияет на зрительный анализатор. Снижается острота зрения у детей. Влияет на нервную систему. Дети хуже запоминают материал. Дети хуже обучаются. И проведены исследования во всем мире. И они показывают, что IQ у таких детей достоверно ниже. И эти дети часто болеют. Ну, а витамины мы получаем с вами, конечно, в основном из овощей и фруктов. И вот тоже такая не очень утешительная информация. За последние годы резко снизилось количество витаминов и минералов в овощах и фруктах. Тот апельсин и то яблоко, которое было на столе в 70-х годах, оно резко отличается от того яблока, которое сегодня едим мы. Посмотрите, в яблоках и апельсинах фосфор минус 30%, железо снизилось на 37-75% и на 40-89% снизились витамины А и С. В бананах такая же тенденция идет. Магний минус 25%, кальций, фосфор на 23-25% снизился и железо с витамином А на 55-57%. И эта тенденция, она продолжает расти, продолжает снижаться. А нам очень важно, чтобы детям ежедневно поступало достаточное количество витаминов. Потому что жизнь сегодняшнего школьника, она очень напряженная. Когда ребенок 10-20 лет шел назад в школу поступал, от него не требовали, чтобы он не только знал алфавит, но умел еще и читать, и писать. А в некоторых школах требуют, чтобы у ребенка были элементарные знания английского языка. Я недавно разговаривала со своей дочкой, и как-то я обычно контролирую школьную программу, а тут упустила из виду. И мы с ней разговаривали про синоним, антоним, и я ей пыталась объяснить. Она учится во втором классе. Она мне говорит, мама, мы это прошли в конце первого класса. Я говорю, как? Когда я, например, великолепно помню, как в четвертом классе педагог нам объяснял все эти понятия. Да, усилилась школьная программа, усилилась интенсивность школьной программы. И, конечно, те ежедневные стрессы, которые испытывает ребенок в виде экзаменов, контрольных, ЭГЭ, это говорит о том, что его организм работает повышенно. И он требует достаточного поступления ежедневно витаминов, микроэлементов и омега-3 жирных кислот. Да, и поэтому встает, вот учитывая то, что дети интенсивно растут, учитывая то, что они интенсивно развиваются, и количество витаминов и микроэлементов в сегодняшних овощах и фруктах снижается, встает вопрос о том, чтобы обогащать рацион детей витаминами. Как это можно делать? Можно делать промышленным способом, когда обогащаются какими-то отдельными витаминами продукты питания. Но необходимо помнить, что при термической обработке витамины разрушаются. Или индивидуально подбирать поливитаминные комплексы для детей. Когда мы подбираем детям витамины, микроэлементы, необходимо помнить, что для ежедневного профилактического использования необходимо, чтобы в витаминах содержалось только 50% от суточной дозировки витаминов. Остальное ребенок должен получать с продуктами питания. И эти витамины должны содержать максимальное количество витаминов и микроэлементов в одной таблетке. Мы платим деньги и хотим, чтобы максимально полностью наш ребенок был защищен. Чтобы он содержал за эту цену не два витамина и два микроэлемента, как бывает в некоторых производителях, а полностью весь спектр. Витамины Wellness – это те витамины, которые разработаны в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения. Это те витамины, которые производятся только из натуральных ингредиентов, из экологически безопасных областей. Омега-3 жирные кислоты имеют запатентованный, уникальный процесс очистки. Обычно на своих лекциях я люблю рассказывать ступени этого процесса очистки. И они приготовлены в соответствии со стандартами джимпи. Мы делали... Вот когда эти витамины попали мне в руки, мне хотелось понять, в чем же их такая уникальность? В чем отличие от того большого количества витаминов, которые есть сегодня в аптеках? И мы взяли витамины, наиболее употребляемые, часто и назначаемые врачами. И выяснилось, что витамины Wellness – это лидеры. Лидеры во всем. В них 13 витаминов и 8 микроэлементов. Чемпион равных ему нет. Это те витамины, которые вообще не содержат в своем составе красителей. И важно, что в них нет искусственных ароматизаторов. Эти витамины не содержат в своем составе желатин и крахмал, те компоненты, которые используют при изготовлении синтетических витаминов. И витамины Wellness Kids и омега-3 жирные кислоты, они действительно помогают детям гармонично развиваться, быть здоровыми и идти в ногу со временем. Ну так, что влияет на развитие детей? Родители, которые создают условия, которые являются примером. Педагоги, врачи, здоровое питание и, конечно, витамины. А мне еще хочется в заключении сказать, что английский педиатр в 17 веке еще говорил, что здоровое питание еще важнее, чем одежда. Пусть наши дети растут здоровыми. Спасибо.